Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Французы считают, что любая женщина из ничего может сделать три вещи — скандал, салат и шляпку. Учитывая, что в доисторические времена кое-где еще сохранялись гендерные пережитки и отсталыми неандертальцами считалось, что задача мужика — притащить в пещеру мамонта, а дальше хоть трава не расти. Женщинам приходилось как-то крутиться из ничего, ну, пока мамонт где-то бегал готовить еду. Возможно, тогда и появился этот рецепт. Так и вижу доисторическую домохозяйку. Выглянула осторожно из пещеры, глядь ни мужиков, ни мамонтов, а дети есть просят. Оборвала пару апельсинов с ветки, подобрала горсть с ракушек у берега моря и готов супчик. Судя по наличию в нем картошки, нынешняя разновидность получила в Испании, видимо, в конце 15 века, уже после открытия Америки. А вот присутствие имбиря и шафрана — это явно наследие мавританского владычества над южной части Пиренейского полуострова. Итак, понадобятся насыщенный рыбный бульон, какие-нибудь ракушки я взял в Венерке, апельсин, картошка, стебли сельдерея, лук, совсем немного имбиря, чеснок и шафран. Масло, соль, ну и зелень для украшения. Приготовление займет очень мало времени. Поехали! Картошку нарезать, лук порубить, чеснок измельчить, ну и сельдерей нарубить кубиками. Ну и кусочек имбиря почистить и натереть на терке. Понадо с половиной чайной ложки, не больше. В кастрюлю разогреваю оливковое масло и в разогретое выкладываю лук, сельдерей, чеснок, имбирь. Перемешать и обжарить буквально минут пять, только чтобы лук начал становиться прозрачным. Тем временем немного дорогущего шафрана надо растереть в ступке щепоткой соли. Вот эта вот коробочка стоит, между прочим, почти 4 евро, а в ней всего-то одна третья часть грамма. Представляете? Ну да уж, цены. А между тем лук уже дошел до кондиции. Добавлю картошку и перемешать. Она нарезана не крупными кусочками, так что хватит ей трех минут, ну в максимум пяти. А я пока займусь апельсином. Во-первых, надо цедру снять, естественно, следя, чтобы белая часть не попала в суп. А можно даже потратить немного времени на удаление ее. И сок из него добыть. Между тем пора уже и рыбный бульон добавлять. Сейчас закипит и проварю еще пять минут. Моллюски у меня свежие, но можно использовать из-за мороженых. Пора, пожалуй, добавлять шафран. Вот так вот. И церкви тоже уже сюда отправлю. Если рыбный бульон у вас не соленый, самое время попробовать и выправить его на вкус. Почему у меня такой мутный? Потому что кроме рыбных голов и хребтов, из которых я его варил, в него были добавлены лук репчатый, лук порей, стебель сельдерея, морковь, чеснок, помидори иногда положил и пучок укропа. Поэтому такой вот наваристый и мутный. Картошка между тем сварилась. Пора добавлять апельсинный сок и ракушки. Все. Три минуты. Морда за стол. Основные этапы. Немного зеленого лука. Ну, немного базилика для красы. Вот такой супец. Да, и любители повзмущаться насчет створок моллюсков в тарелке, хочется спросить. Бедный, как же вы рыбу-то костлявую едите? Или там курицу, или креветок. Такой необычный аромат. Такое сочетание и рыбы, и апельсинов, и имбиря одновременно. Это непривычный вкус, но это вкусно. Это прям интересно. Вкусный рыбный бульон. Такой солоноватый аромат. Аромат апельсина чувствуется, а сладости вот этой апельсины практически нет. Аромат за счет цедры. И, конечно, вот эти вот замечательные совершенно ракушки. Их можно было бы побольше положить, если сначала их оторвать от раковин, а потом положить. Вот, может, и хочется побольше. Слушайте, класс. Необычно, вкусно. Прям вот здорово. Догадать буду за кадром. Спасибо за компанию. Напоминаю, форма-код Вредска позволит вам вот такими ножами обзавастись с очень приятной скидкой с Амуро Форева. До встречи. До встречи, до встречи, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok